Добрый день! К вашему вниманию очередная задача от Клуба Дорог на знание правил дорожного движения. Кому из водителей разрешено движение только в прямом направлении? Нам предлагают следующие варианты ответов. Водителю желтого автомобиля, водителю красного автомобиля, водителям красного и желтого автомобилей, водителям красного, желтого и зеленого автомобилей, водителям красного, желтого и белого автомобилей. Правильный вариант ответа на данную задачу традиционно в конце видео. А пока вы можете выбрать свой вариант ответа и время пошло. Итак, время вышло. Ваш ответ готов. А теперь вместе разбираем нашу сегодняшнюю ситуацию. Нам с вами необходимо найти тех водителей, которым движение разрешено только в прямом направлении и другой альтернативы у них нет. Для этого необходимо обратить внимание на все запреты и ограничения, действующие перед перекрестком. Водителям черного и синего автомобилей движение в прямом направлении запрещено. Запрещено. Предписывающий знак своими стрелками указывает разрешенные траектории для движения. И траектории, разрешающие движение прямо на этом знаке нет. Водителю белого автомобиля запрещает выполнять поворот налево. Поворот направо водителю запрещает выполнять крайняя левая полоса, на которой он находится. Тем не менее, у водителя белого автомобиля две разрешенных траектории для движения. Он может преодолеть этот перекресток в прямом направлении и может выполнить разворот. Разворот. Знак запрещающий выполнять поворот налево выполнять разворот не запрещает. Водителям зеленого и желтого автомобилей запрещающим знаком запрещено выполнять поворот направо. Тем не менее, у водителя зеленого автомобиля большой выбор в разрешенных траекториях для движения. Он может двигаться прямо, налево или в обратном направлении. А вот у водителя желтого автомобиля альтернативы в выборе разрешенной траектории нет. Поворот направо ему запрещает знак. Поворот налево или разворот ему запрещает крайняя правая полоса. Так что он может преодолеть этот перекресток только в прямом направлении. Водитель красного автомобиля приближаясь к перекрестку встречает знак. Конец дороги с односторонним движением. Значит все три полосы дороги по которой он движется являются для него попутными. Для движения в прямом направлении в населенном пункте водителю разрешается использовать любую удобную полосу. Ну почти всегда. А вот для поворота направо или налево водителю необходимо занять крайнее положение на проезжей части. Двигаясь по средней полосе у водителя красного автомобиля альтернативы нет. Он может преодолеть этот перекресток только в прямом направлении. Соответственно в данной задаче только в прямом направлении движение разрешено водителям красного и желтого автомобилей. Другой альтернативы у них нет. Правильный вариант цвета номер три. Ну вот на сегодня и все. Если разбор данной задачи был вам интересен, то ставьте лайк, подписывайтесь, поделитесь задачей с друзьями или покомментируйте. А я на сегодня с вами прощаюсь. Желаю всем удачи в достижении поставленной цели. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok